В 40 лет жизнь только начинается. Складывается ощущение, что вся наша большая страна вдруг дружно занялась гончарным делом. Все в одночасье заделались матерыми глинамесами и месят ее эту глину и месят. Кругом гончарные мастерские, гончарные кружки и группы, мастер-классы, курсы гончарного мастерства. Повсюду только слышишь керамика, политой обжиг, терракота, глазурование, шамотная масса, глинистый мергель, глинотерапия. В целом мне это очень нравится. Все-таки не нюха, не клея и даже не компьютерная стрелявка. Наконец-то людей потянуло к земле, к органике, так сказать, к почве, к традиционным нашим ценностям. Что-то мне подсказывает, какая-нибудь кончита в Урс, не к ночи будь помянута, гончарным делом не увлекается. Не могу себе представить. Сидит трансгендерная бородатая тетя и смиренно лепит свистульку для любимого дяди с шестым размером груди. Хотя в наши времена всякое может быть. Больше всего мне, как лингвисту, филологу, нравится изобретательность, которую гончары и гончарки проявляют в названиях своих групп, кружков, мастерских и прочего. Во многих случаях они объединяются не только в своей любви к лепке свистулек и всяких разных кружек и мисок, но и совсем по другим причинам. Например, кружок принципиально незамужних гончарок – глина миски. Гончарная группа, наоборот, ветеранок брака. Я его слепила из того, что было. Мастерская поэтов-гончаров – «Глина да глина да моя!» – сидят, лепят и сочиняют. Перефразируя известные строки Владимира Владимировича Маяковского – «Землю попашет, попишет стихи, глину помесит, попишет стихи». Группа кулинаров, гурманов, гончаров ели пили, налепили. Готовят, едят, поют, лепят. Для сравнения кружок анонимных алкоголиков – «Пили-пили, налепили». Курсы для детей – «Глинарики» или «Гончарики», можно «Лепирики», много чего можно. Женские группы – «Глина фемина», «Демиургини», «Глина мамки». Просто «Гончарный кружок» или «Гончаручки», даже совсем просто «Лепилы» или еще проще «Лепо». Конечно, в ход идут всякие литературные, исторические и прочие названия «Гончаров и Ко», «Княгиня Глинская», «Наташки Гончаровы», «Глинка». Есть даже «Глиняное ребро» и «Глинномесса». У меня на работе есть такой персонаж – Юлька Ладошкина. Она уже дважды была разведенкой, анонимным алкоголиком один раз, активисткой, феминисткой один раз. Естественно, посещала психологические расстановки, увлекалась тантризмом, который бросила после какого-то, скажем так, не совсем удачного посещения тантрической бани, где-то то ли в Балашихе, то ли в Долгопрудном. Потом был период заботы о бесхозных собаках, ну и много чего еще. Ничего не поделаешь. Творческая личность. И вот, наконец, после увлечения нумерологической астрологией и кабалой, Юлька Ладошкина случайно посетила гончарную мастерскую с милым названием «Веселый голем». И, так сказать, залипла там на несколько лет. И регулярно ходит туда до сих пор. Ничего мистического и каббалистического в «Веселом големе» не было и нет. Голем, как известно, персонаж еврейско-чешский, такой довольно странный глиняный чувак. Не поймешь, хороший он или плохой. То ли доброзлодей, то ли злодобряк. Можно снять триллер, а можно комедию. Дело в том, что гончарную мастерскую «Веселый голем» открыл чех. Профессиональный гончар, который женился на русской и живет в Москве. Мартин Бржиза. Бржиза по-чешски значит «береза». В мастерской его так все и зовут. Пан Береза. Пан Береза, как и большинство чехов, человек неунывающий и веселый, вроде бравого солдата-швейка. Поэтому вся зловещая демонология вокруг голема его совершенно не интересует. Для него голем всего лишь прикольный глиняный чувак. Точка. В мастерскую к пану Березе ходит много людей. Здесь лепи что хочешь, но есть единственное условие. Каждый должен хотя бы один раз лепить своего личного, персонального, веселого голема. Так как он его видит. Причем это должна быть самая первая работа человека в мастерской пана Березы. А значит самая несуразная, дилетантская и как следствие прикольная. В мастерской есть целый музей таких веселых големов. Около двухсот экспонатов на почетном месте веселый голем от Юлии Ладошкина. Он похож отчасти на динозавра, отчасти на чебурашку. Это ушастый стегозавр, который хочет кровавого мяса и одновременно любви и ласки. При этом сверху он обильно полит всеми видами глазури, как будто радостными карнавальными помоями. Каких только странных веселых големов там нет. Но Юлькин самый отвязный. Сейчас Юлька почти профессионал. У нее свой фирменный стиль. Каждый уважающий себя глиномес находит свой неповторимо уникальный стиль. Например, горячая китайская барокко, арктический минимализм, брутальный эрокубизм, стиль французской паганки, зюзинская рококо, эльфийский фейк, семь оттенков невидимого, дзен-ампир и т.д. У Юльки Ладошкиной стиль называется, я считаю, гениально «Сны колобка». То есть концепция у Ладошкиной беспроигрышна. Наш фольклорный шарообразный придурок, согласно Юлькиной творческой идее, в своих снах как бы мечтает страстно изменить свою форму, каждый раз по-новому. В одном сне он хочет стать кривым подсвечником, в другом – чашей изобилия, в третьем – амфорой-тандыром и т.д. Каждый раз Юлька начинает с того, что лепит, так сказать, первооснову мира – идеальный шар, мировой ком, то есть колобка. А потом спрашивает, кем сегодня себя видел во сне наш колобок, пан Береза? Сегодня, Юля, наш колобок видел себя советской пивной кружкой, которая хочет за границу. Замечательно, пан Береза, немножко политизировано, но замечательно. И через несколько часов глиняная сфера превращается в ладонях Ладошкиной, скажем, в странную слегка деформированную кружку с мечтательно выпученным глазом на дне. В следующий раз пан Береза отвечает, колобку приснилось, что он марсианин в Нирване, потом, что он тендер на строительство Крымского моста, затем «Летающий Бэтмен-таракан». Как-то раз я зашел вместе с Юлей в мастерскую «Веселый голем», слепил своего веселого голема. Получилась у меня не очень какая-то глиняная свиноматка с семитским носом. Пан Береза сказал, «Это, Володя, бесподобно. Мы назовем ваш шедевр некошерный голем». Так я, хотя и как-то сбоку, но все же вошел в историю гончарного дела, а заодно и в историю чешской и еврейской культуры. Я спросил пана Березу, «И все-таки, за что вы любите свое гончарное дело, пан Береза?» Пан Береза подумал и, густо оснащая речь чешскими пословицами, ответил так, «Вы сами знаете, Володя, из чего Бог вылепил Адама. Мы с вами, Володя, все-таки как-никак образ и подобие, не так ли?» «Конечно, пан Береза. Мы, конечно, не он, но мелкая рыба, как говорят у нас, тоже рыба. Он лепил, и нам нужно лепить. Не правда ли? Правда, пан Береза. А если не лепить, как он, то жизнь кнедлик в горле, как мы говорим, тогда жизнь, как пальто покойнику. А вот если лепить, это, как выражаются чехи, совсем другой кофе. Я ничего не понимаю в богословии и прочих высоких штуках, это выражаясь по-чешски для меня, как испанская деревня, А вот свое гончарное ремесло я знаю все-таки хорошо, да и Юля изучила его сказать по-нашему, как свои ботинки. Она хороший человек, Юля, многое пережила. И возраст. Мы, чехи, любим говорить грубо, но честно. Юля, да простит Бог, Чехов – женщина между сорока и смертью. И это нормально. У нее впереди много хорошего между сорока и смертью, и есть самое-самое хорошее. Человек уже не лезет к другим, более сильным и важным, как мы говорим, в задницу с ботинками. Для него уже жизнь не противна, как фарплата. Это опять по-чешски. Он, человек, уже многое понимает и, как это по-русски, припадает к глине. Можно так сказать? Конечно, пан Береза. К земле. Вот-вот. «Жизнь в сорок лет только начинается». Неплохая цитата из вашего синематографа. Да, так, пан Береза. И в пятьдесят тоже не слабо начать все сначала. И в шестьдесят. Совершенно верно, Володя. Она всегда только начинается, Володя. Это жизнь. Она каждое утро, как ваш колобок, из которого можно что-нибудь вылепить. Не так ли? Так, пан Береза. Наверное, я тоже когда-нибудь начну что-нибудь из чего-нибудь лепить. И каждый день из колобка. Символа мироздания. Воплощая сны мира в реальность. Сильно сказал. Восьмого декабря 2019 года написан этот рассказ и написан Владимиром Елистратовым. Рассказ называется «Сны колобка». На моем канале есть плейлист «Елистратов Владимир. Рассказы». Там 58 рассказов, озвученные мной. На этом все. Всего хорошего. Канал Веб-Рассказ. До свидания.